Это еще испугается, и все ее работа с... Ну, на нас кротик, потому что это осталось за разным. Что это за Катюша? Объясните, пожалуйста. Тут как, понимаете, Катюша, она создала критическую массу атаки. То есть я сейчас перед вами, я атакующий лидер, в общем-то. То есть она сделала то, что в области кораблестроения сделать считается невозможным, в области создания атаки. Вот понимаете, наши всегда пытались сделать, всегда кораблестроители всех стран пытались сделать лидер атаки. Лидер атаки, понимаете? Она медик, я не понял, почему она играет. Она еще и на скрипке играет, понимаете? Так вот, лидера атаки создать считается невозможным. Если его создать, значит, он должен всю жизнь быть в атаке. И поэтому всегда делали эсминцы. На 38 узлов там, приличный эсминец, хороший эсминец, он выполнял свою роль. Так вот, она, выйдя один раз на берег моря, выходила на берег Катюша и сыграла песню на скрипке. А я как раз сидел рядом. И этот момент произошло в создании критической массы атаки. После чего перешел уже переход в области создания ракетно-ударных атак. То есть, понимаете, как идет вперед Россия, как шла вперед Россия всегда. Впереди шел лидер. Или это был Петр Первый, или это был Потемкин, как у Екатерины Второй, или кто-то еще. Но шел лидер. Обязательно впереди шел лидер атаки. Вот. И вот различная схема атакующих лидеров, то есть создание атакующих лидеров, это и была путь России. То есть Россия не шла вперед не сама, ее ввели лидеры. Или Петр Первый. Ну какая роль здесь Вашей Катюшиной во всей жизни? Создание лидера. То есть я в данном случае это лидер. Лидер атаки. А она? Она императрица, как положено. Она сейчас императрица или будет? Будет императрица. Ну сейчас в Водсвященном Пугайде. В каком же государстве? В Российском. Российская империя, которая будет от Балтики и до Средней Азии. И Порт Артур, и все, что мы потеряли, мы все вернем. Я за этим прослежу. Моя контора проследит.